Добрый день, уважаемые коллеги! Рады вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре по теме функциональность и различия в учете исчисленных налогов и взносов в конфигурациях 1С-бухгалтерия государственного учреждения редакция 2 и 1С-бухгалтерия предприятия редакция 3.0. Ведущий вебинара Светлана Килина 1С-аналитик фирмы Кандерлайн. В программе вебинара мы рассмотрим счета учета налогов и взносов в конфигурации 1С-бухгалтерия предприятия 3.0. Также начисление совокупной обязанности и зачет ЛИНП в счету платы налогов в конфигурации 1С-бухгалтерия предприятия 3.0. Далее единый план счетов бухгалтерского учета в конфигурации 1С-бухгалтерия государственного учреждения редакция 2 и особенности начисления совокупной обязанности и зачет ЛИНП в конфигурации 1С-бухгалтерия государственного учреждения редакция 2. Далее мы посмотрим функциональность и особенности формирования документа уведомления об исчисленных налогов и взносов в двух конфигурациях. Начнем с бухгалтерии предприятия редакции 3.0. Для начала напомним, что с 2024 года все виды налогов за исключением авансовых платежей по НДФЛ за патент иностранца, взносов на травматизм и госпошлины, у которой два разных правила. Через ЕНП уплачивается, если суд выдал исполнительный документ. В иных случаях оформляется отдельное платежное поручение. Еще стоит обратить внимание, что начиная с декабря 2023 года учет единого налогового по единому налоговому счету ведется только по счету 68.90 в релизах бухгалтерии предприятия. Учет налогов в программе бухгалтерия предприятия производится по счету 60 группы 68. Учет страховых взносов по группе 69. Итак, как формируется совокупная налоговая обязанность на единым налоговом счете? Операции по переносу перечисленных налогов и взносов на единый налоговый счет. В том числе налога к уменьшению осуществляются в зависимости от вида налога или взноса с помощью регламентной операции начисления налогов на единый налоговый счет в процедуре закрытия месяца. Также документами начисления и выдачи зарплаты документа корректировка ЕНС. Рассмотрим эти документы поподробнее. Каждый. Итак, удержанная и подлежащая перечислению сумма НДФЛ переносится на счет 68.90 при выдаче дохода физическому лицу двумя документами, либо выдача наличных, либо списание с расчетного счета. На скрине мы видим, как происходит перенос. Посмотрим, как это происходит в программе. В разделе банк и касса мы заходим в банковские выписки и оформляем документ списания с расчетного счета. Вид операции у этого документа – перечисление заработной платы работнику. Указывается ведомость, статья расходов, назначение платежа, организация, банковский счет. И мы видим, после проведения документа мы видим проводки под зачислению зарплаты работнику и также о переносе от учет удержанного налога на счет 68.90, счет на единый налоговый счет. Если это кассовый документ, оформляется выдача наличных, также с видом операции выплата заработной платы работнику. После проведения у нас также формируется проводка удержанного НДФЛ на счет 68.90. Обращаем внимание на то, что дата переноса у нас будет являться крайней датой уплаты этого налога по законодательству. Все переносы оформляются автоматически данным документом. Следующий. Учет перенос страховых взносов, исчисленных по единому тарифу. Если учет заработной платы ведется в конфигурации ЗУП 3.1, начисленная и подлежащая сумма перечислений в бюджет переносится на счет 68.90 документом отражения зарплаты. В демо-базе ведется учет в конфигурации БП 3, поэтому сумма страховых взносов по единому тарифу, начисленная и подлежащая перечислению бюджет, переносится на счет 68.90 документом начисления зарплаты. Рассмотрим документ в базе. В разделе зарплата и кадры все начисления. Начисляем зарплату по сотрудникам. После проведения документа при окончательном расчете формируется проводка переноса исчисленных страховых взносов на счет ЕНС. По движению документа мы видим исчисленные страховые взносы, а также перенос исчисленных страховых взносов на счет 68.90. Опять же, проводка формируется датой крайнего срока уплаты предусмотренного законодательства. Также автоматически учитывается на ЕНС обязанность по НДС по ввозу из стран ЕАЭС документом заявления о ввозе товара, также датой, на которую приходится срок уплаты по законодательству. Обращаем внимание на скриншоте. Также в программе. Так, покупки. Заявление о ввозе товаров. Создаем заявление о ввозе товара. Также после проведения документа мы увидим данную проводку. Перенос НДС на счет 68.90. Остальной НДС у нас формируется перенос этого документа при регламентной операции закрытия месяца. Если после ввода документов реализации и поступления, после того, как рассчитан НДС к уплате, происходит регламентная операция закрытия месяца, начисление налогов на единый налоговый счет и перенос НДС, подлежащего к уплате. Далее остальные налоги. Транспортный, имущественный, аванс ОСН, также переносится на счет 68.90 регламентной операции начисления налогов на единый налоговый счет в процедуре закрытия месяца. Вот на скрине мы видим пример такой проводки. Был начислен транспортный налог и в конце сентября регламентной операции перенесен на 68.90, так как он начисляется раз в квартал. Сентябрь месяц. После выполнения закрытия месяца мы увидим перенос на счет 68.90 Если у нас есть обязанности по прочим налогам, которые начисляются в программе 1С вручную, с 1 января 2024 года используется документ корректировка ЕНС в разделе операции, оформленной датой, на которую приходится срок их уплаты по законодательству. Пока рассмотрим этот документ. Операции. Операции, введенные вручную. Исчислен для примера экологический сбор. Обязательно нужно указывать в прочих налогах, какой вид налога начислен данной операцией. Мы оформляем проводку. Затем в разделе операции. Единый налоговый счет. Корректировки ЕНС. Мы создаем по кнопке создать документ корректировка ЕНС. Дату срока уплаты налога мы указываем вручную самостоятельно. Заполняем вид операции. Какой вид налога мы переносим на счет 68.90. И уровень бюджета и вид платежа в бюджет. Если посмотреть проводку, мы видим, что также у нас экологический сбор переносится на счет 68.90. В данном конфигурации все налоги у нас автоматически. Обязанность по уплате налогов переносится на счет 68.90. Рассмотрим особенности функциональности программы 1С бухгалтерии государственных учреждений. Какие счета учета налогов и взносов используются в конфигурации бухгалтерии государственных учреждений редакция 2. Все операции бюджетного учета отражаются в соответствии с положениями инструкции. Инструкции 157 Н, 162 Н. Расчеты с бюджетом по налогам и взносам отражаются в корреспонденции со счетами группы 303. Для учета расчетов бюджета в части уплаты единого налогового платежа используется счет 303.14. По приказу Минфина 192 Н от 21 декабря 2022 года. Перечисление ЕНП отражается по дебету счета 303.14 и кредиту счета 201 либо 304.05 у казенных учреждений. Такая корреспонденция предусмотрена в приказе Минфина России от 29 марта 2023 года номер 35 Н о внесении изменений в инструкцию 162 Н. По счету согласно инструкциям 303.14 возможно только дебетовое сальдо. Дальше у нас смотрим различия. Согласно инструкции 157 Н и 162 Н при формировании разрядов с 1 по 17 казенные учреждения указывают коды, составные части кодов бюджетной классификации текущего отчетного года. В соответствии с приложением 2 к инструкции 162 Н. А в разрядах 24 и 26 коды КАЗГУ. Рассмотрим теорию структуры счетов государственных учреждений. Номер рабочего плана счетов, в отличие от хозрасчетного, состоит из 26 разрядов. 1 по 17 разряд. Аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий. То есть КПС. 18 код вида деятельности. КФО. С 19 по 23 у нас синтетический код счета плана счетов бюджетного учета. 24 и 26 коды, соответствующие аналитическому номеру счета по КАЗГУ, применяемому для отражения соответствующих фактов хозяйственной жизни, предусмотренных планом счетов бюджетного учета. В программе. Как формируется план счетов? Связь между КПС, КФО и счетом формируется у нас в рабочих счетах организации. Либо при начале работы с программой, либо в процессе выполнения каких-то хозяйственных операций. Можно создать рабочие счета организации. 23 разряда. КОЗГУ в программе называется КЭК. В увязке уже приходится в операциях хозяйственных. Каждому соответствующему счету. Итак, счета учета налогов и взносов в конфигурации бухгалтерии госучреждений – это счета группы 303. Если у нас учет зарплаты ведется в конфигурации зарплата и кадры государственных учреждений редакции 3.1, страховые взносы по единому тарифу и НДФЛ, начисленные и подлежащие перечислению в бюджет, отражаются на счетах 303.15 и 303.01 документом отражения зарплаты. Если учет заработной платы ведется в сторонней какой-то программе, может быть даже и в Excel, документ отражения зарплаты в бухгалтерии необходимо заполнить вручную. Посмотрим подробнее на документ «Учет и отчетность», «Заработная плата» блок «Отражение зарплаты в учете». Здесь заполнен документ «Операция удержания НДФЛ из сумм по оплате труда», «Взносы по единому страховому тарифу», «Бухгалтерская операция», «Отражение зарплаты», «Обязательства принимаем денежные» и «Отражаем отложенные обязательства». Также и указываем раздел «Лицевого счета». Итак, вот у нас в программе исчислены страховые взносы, исчислен налог на доходы физических лиц. Здесь у нас никаких переносов в конфигурации в программе не происходит. Об этом мы поговорим далее. Проводим и закрываем документ. Начисление НДС «Бюджет» производится документом «Счет фактуры выданных», введенным на основании документа накладная на отпуск материала в сторону. Тоже различие с конфигурацией бухгалтерии предприятия. Так, рассмотрим услуги работы производства. Накладные на отпуск материала в сторону. Заполняется документ. На основании вводится «Счет фактура выданный». «Счет фактура выданный» мы увидим в разделе налогов. Если посмотреть проводки, мы видим, что у нас исчислен налог на добавленную стоимость на счет 303.04. Также начисление налогов и платежей производится документом «Начисление имущественных налогов». С помощью этого документа можно создать и начислить три вида налогов. Транспортный налог, земельный налог и налог на имущество. Посмотрим, где он находится. Налоги. Раздел «Имущественные налоги». Начисление имущественных налогов. По кнопке «Создать» мы создаем налог. Данные расчета указываем. Начисление имущественных налогов. Это у нас типовая операция. Смотрим. У нас начислен транспортный налог. У нас начислены обязательства. И у нас начислены денежные обязательства. Сразу. Опять же, обращаю внимание, что никаких переносов на счет ЕНС у нас здесь не происходит автоматически. Перечисление ЕНС у нас здесь находится. В бюджет у нас производится документом «Заявка на кассовый расход» на счет единого налогового платежа. Это раздел «Денежные средства», «Расчетно-платежные документы». По кнопке «Создать» мы создаем заявку на кассовый расход. В заявке на кассовый расход должен быть указан лицевой счет, операция корсчет, 303 просчеты по платежам бюджета, получатель платежа, счет получателя, договор. Также мы заполняем назначение платежа. Обязательно указываем налоговый платеж, единый налоговый платеж из списка. Налоги и платежи организации. По расшифровке платежа у нас указывается код финансового обеспечения, КБК платежа, источник средств, КАЗГУ, сумма и назначение платежа. Операцию типовую мы выбираем уплата налогов, сборов и иных платежей, бюджет, которая действует сейчас. Указываем КПС счета. Также после того, как документ будет исполнен и оплачен, мы его проводим и видим проводку 303.14 дебет счета и счет 201.11. Таким образом, мы перечислили деньги на счет единого налогового платежа. Заявки на кассовый расход. Возможно, будут и другие КБК, потому что у каждого налога КБК разный. То есть это КПС счета, который мы будем указывать в заявке на кассовый расход. Далее распределение ЕНП налогового платежа на соответствующие платежи. И также страховые взносы, начисленные по единому страховому тарифу, отражаются по дебету соответствующих счетов, аналитического учета 303, расчеты по платежам в бюджеты и 303.15 и кредиту счета 303.14, расчеты по единому налоговому платежу. Для зачета используется документ «Операция бухгалтерская». Сделать это можно только после того, как налоговая подтвердит зачет того или иного налога, оплаченного по единому налоговому платежу. Это тоже существенное различие, чем отличается конфигурация бухгалтерии государственного учреждения от бухгалтерии предприятия. Механизм автоматического распределения ЕНП в программе еще пока не реализован. Как это делается? Учет и отчетность. Операции бухгалтерские. Мы... Так, это я не ту операцию бухгалтерскую открыла. Минуточку потеряла. Можно, в принципе, и создать. У нас произошел зачет. Что мы делаем? Добавить. Два. Счет у нас будет по дебету стоять 303.15. Мы оплатили. У нас будет 119. Как у нас будет? 313. Ой, извиняюсь. 213. Как? Это тот же самый КАЗГО. Ой, извиняюсь. 731. Взаиморасчетов. Другие совершенно. Извиняюсь. Это у нас были единые взносы, начисленные по страховому тарифу. Взносы по единому страховому тарифу. Счет 303.14. Расчеты по... Также 119. И мы указываем... Дву расчетов. Сумма 50 тысяч. Мы считаем, что у нас зачла налоговое нам уведомление. Об уведомлении мы поговорим далее. Единый налоговый платеж. Таким образом происходит распределение единого налогового платежа на уплаченные налоги по результатам принятия налоговой службы нашего уведомления об исчисленных налогах. Далее переходим к следующему вопросу о формировании уведомлений об исчисленных налогах в бухгалтерии предприятия 3.0. Уведомления можно сформировать из двух разделов. Главная задача организации уведомления о налогах или операции уведомления в разделе операции. Если в 1С уже начислены налоги и взносы, уведомление заполнится автоматически. Движений никаких, стоит обратить внимание, проводок по регистр... не происходит. Используется он только для отправки в ФНС. Это существенное отличие. В прошлом году уведомление об исчисленных налогах в бухгалтерии предприятий формировал проводки и движения по ЕНС. Смотрим два способа заполнения. Первый. Главное. Задачи организации. И уведомление об исчисленных налогах. Допустим. Сформировать уведомление. Задачи организации. Уведомление. Так, вот у нас в работе есть уведомление об исчисленных налогах. Заполняется оно автоматически, так как есть начисленный налог. Также мы можем произвести данный расчет в разделе операции. Единый налоговый счет блок. Блок уведомления. Так, вот мы видим. У нас есть страховые взносы по единому тарифу. Исчисленные. У нас есть НДФЛ. Уведомление у нас заполнилось. По кнопке заполнить автоматически. Далее по кнопке отправить либо выгрузить. Зависит от того, если подключена 1С-отчетность программы. По кнопке отправить мы можем отправить уведомление непосредственно из программы. Если идет отправка другими сторонними программами, например, контуром, мы нажимаем на кнопку выгрузить. Таким образом формируется уведомление об исчисленных суммах налогов в программе конфигурации бухгалтерия предприятия 3.0. Также уведомления можно оформить следующим образом. Как, извиняюсь, формирование уведомлений об исчисленных налогах в ГГУ редакция 2.0. Наконец-то автоматизировано, начиная с релиза 2.100. И можно теперь выводить эти уведомления об исчисленных налогах автоматически. Автоматизировали. Формирование уведомления. Релизы эти недавние. Если у вас еще до релиза 2.100 не обновлена конфигурация, следует ее обновить. Мы можем оформить следующим образом данные уведомления. Либо вводим на основании документов начисление имущественных налогов, отражение зарплаты в бухучете. Это что касается страховых взносов, сведения об удержанном НДФЛ. Тоже документ появился недавно. Он не формирует никаких проводок, потому что мы видели, что проводка по начислению НДФЛ формируется по-прежнему отражением зарплаты в бухгалтерском учете. Этот документ введен для того, чтобы можно было оформить уведомление об исчисленных налогах. В таком случае мы получим три уведомления. Что не запрещается, мы можем отправить каждый налог по отдельности уведомлениями. Либо мы отправляем сразу сведения об уведомлении об исчисленных налогах на все налоги, которые исчислили и уплатили. Для этого в разделе налоги или из места рабочего 1С отчетность мы по кнопке подбор можем заполнить уведомления о исчисленных налогах. Это все мы сейчас увидим в конфигурации 1С бухгалтерии государственных учреждений. В разделе «Зарплата и кадры» если мы хотим сформировать по отдельности, в разделе «Учет и отчетность» в блоке «Заработная плата». Уведомление об исчисленных страховых взносах по единому тарифу мы можем теперь создавать на основании документа отражения зарплаты в бухгалтерии. Делается это по кнопке «Создать на основании». У нас сформировалось уведомление об исчисленных суммах налогов. Мы можем его провести, также либо отправить, если у нас подключена 1С отчетность, либо выгрузить, чтобы отправить в сторонний программ, который нам используется. Теперь сведения, уведомления об исчисленном и удержанном НДФЛ мы отправляем, создаем на основании сведения об удержанном НДФЛ, уведомления об исчисленных суммах налогов. Также мы можем по кнопке «Записать» после проведения, либо отправить, либо выгрузить. Одним из способов отправить удавление в ФНС. Также у нас существует возможность на основании, это у нас раздел «Налоги», документа начисления имущественных налогов, также создать автоматическое уведомление об исчисленных налогах. Также по кнопке «Уведомление об исчисленных платежах» у нас автоматически формируется уведомление об исчисленных налогах. Также отправить, либо выгрузить, мы его после проведения можем отправить в НДФЛ. Теперь способ, который может реализовать, либо из 1С отчетность, либо из раздела «Налоги» «Единый налоговый счет» уведомление об исчисленных налогах. Можно создать. Посмотрим. По кнопке «Подбор» мы формируем начисление имущественных налогов, перенести в документ двойным шелчком, выбираем документ «Отражение зарплаты в учете», «Отражение зарплаты в учете» и «Сведения об удержанном НДФЛ», тоже нужный нам документ. Мы нажимаем кнопку «Перенести в документ». Теперь мы получаем уже общее уведомление об исчисленных суммах налогов на 27 сентября. Здесь в демо-базе ОКТМУ не указан. Также по кнопкам «После проведения» либо «Отправить», либо «Выгрузить». Аналогичным способом будет создаваться уведомление об исчисленных налогах в разделе «1С отчетность». По кнопке «Создать» и по кнопке «Подбор» мы также можем выбрать аналогичные действия. Они просто находятся в разных местах и используют, может, любой способ, какой удобно бухгалтеру в этом случае. Итак, мы видим, что различия очень существенные в учете в бюджетных организациях и в учете в хозрасчетных организациях. Где-то реализовано больше, где-то еще не все реализовано, потому что есть сложности в расчете в БГУ. Также мы увидели различия в счетах бухгалтерского учета и в особенностях исчисления и распределения и формирования документов по налогу на взносах двух конфигураций. На этом у меня все. Если вопросов нет, спасибо за внимание, что посетили наш вебинар. Желаю вам хорошего дня и удачи в работе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова